всем привет продолжаем путешествие по книге Кира Булычева тайны нового времени глава мадам генриета отравленный бокал яд был самым обычным орудием убийства как среднего века так и в последующие столетия особенно прославились отравители Италии чем хороший яд для политического убийства да тем что вас может рядом и не быть яд расправиться с жертвой когда вы уже благополучно доберетесь до другого города отравители все вольготнее чувствуя себя во Франции они быстро догнали своих итальянских коллег и даже кое в чем их обошли в отравителях числились не только люди подлого происхождения и низкого звания короли тоже не чужались использовать яда сохранилось любопытное письмо Карла второго властителя небольшого наварского королевства лежавшего между Францией и Испанией это распоряжение его верному слуге направляйся немежки в Париж где ты сможешь оказать мне важную услугу сделай как я тебе велю и будешь щедро вознагражден есть средства именуемое мышьяком если некто съест кусочек этого мышьяка размером с горошину он уже никогда не оправится ты сможешь купить мышьяк в Пампелоне, Бордо, Байоне или каком-нибудь другом большом городе через который будешь проезжать ищи его в лавках аптекарей дальше следовали вполне трезвые деловые указания кому подсыпать мышьяк в суп или к мясу король явно не боялся что его накажут за отравительство Карл второй был широко известен в Европе и даже имел прозвище Карл плохой что совершенно не мешало ему безобразничать как в пределах своего маленького королевства так и во всей Франции письмо о котором идет речь находилась в кошеле его верного слуги пойманного на кухне королевского дворца в Париже когда тот пытался подсыпать мышьяк в суп его величества так что оно стало достоянием гласности слуги отрубили верноподданную на подданную голову а письмо угодило французские архивы где и хранится по сей день многие знали об опасности мышейка но его употребали в косметике и медицине особенно часто его использовали в составе мазей для выведения прыщей и фурункулов во Франции его цинично называли пудрой наследников и немало зажившихся бабушек и дедушек отправилась на тот свет с помощью этой пудры во Франции царило убеждение что яда чисто итальянская специальность которая замечательно владела семейство Борджа когда знатная итальянка Екатерина Медича приехала в Париж чтобы выйти замуж за короля Генриха второго то Париж охватила паника особенно пугали французы бесчисленные доктора аптекари астрологи и предсказатели приехавшие с Екатериной страх перед отправителями многократно усилился говорили что в свете королевы был доктор Каньчини который мог в считанные минуты уморить любого неугодного королеве человека Екатерина английская была девушка несчастной к тому же некрасивый гадкий утенок который вряд не мог превратиться в прекрасного лебедя худенькую сутулую длинноволосую девочку привезли в Париж когда дела ее отца Карла первого были совсем плохие кардинал базарине приказал семью Карла не баловать им даже дров зиму не давали когда же из Лондона пришла вещь что Карлу отрубили голову Генриетта и ее брат Карл-младший мучились от голода и унижения эти ужасные годы Генриетта запомнила на всю жизнь но судьба распорядилась иначе чем предполагал базарине после смерти республиканца диктатора англии кромбеля англичане призвали на престол карла младшего и он короновался под именем Карла второго Генриетта ее нанулась домой и оказалось что она в одночасье стала самой желанной невестой в Европе да Генриетты подобрали принца Филиппа младшего брата короля Франции самовлюбленного сладострастного кокетливого бездельника так Генриетта стала второй дамой французского двора выше ее было лишь королева Генриетта быстро наскучила принцу да и он не пользовался ее вниманием мадам а так принято было называть ее при дворе была не только умная образована но и умела когда хотела быть неотразимой через пять минут собеседник забывал ее худобе и сутулой фигуре они говорили во время разговора она обораживала собеседника каких бы мелочах она не говорила но поэтому Генриетта стала злой холодной мстительной женщиной которая всю жизнь помнила во унижении голодного детства никогда не прощала врагов у Генриетты конечно же было немало врагов которые придумали про нее невероятные истории и распространяли сплетни говорили что она участвует в колдовских деятелях черной мессы что когда у нее родилась девочка а нежеланный мальчик она приказала кинуть ребенка в речи впрочем никто девочку в сену не кидал она благополучно выросла вышла замуж и с мамой жила очень дружно с годами отношений между Генриеттой и Филиппом стали просто враждебными еще сильнее она не выносила любимцев мужа главное с которую было известной подлостью и коварством шевале де лорен генриетта все более сбежала с королем ледовиком ледовик не только доверял ей но и поручал важной миссии так например генриетта ездила в англии чтобы уговорить брата поддержать францию в войне с голландией и привезла оттуда договор о союзе когда она возвратилась домой муж стревоженный его возвышением встретил жену под парижем и потребовал показать ему договор генриетта отказалась даже разговаривать с ним а поехала прямо в версаль филипп кинулся за ней и ворвался кабинет брата когда тот обсуждал с генриеттой условия договора филипп был в бешенстве и потребовал объяснение на что жена холодно заявила это тебя не касается мой друг дома филипп его друзья устроили суд на генриеттой они оскорбляли и угрожали смертью тогда генриетта а это очень важно для дальнейших событий бросилась к ледовик и потребовал чтобы тот немедленно наказал де лорена она отлично понимала что если король который не хотел портить отношения с братом решится на такой шаг филипп воспримет его как удар по себе в тот же день де лорен был арестован отвезен замок и принц панике кинулся брату упал на колени умоляя простить любимца ледовик был непреклонен и предупредил брата чтобы тот не мечтал мстить генриетти но еще через несколько дней де лорена из тюрьмы выпустили хотя в париж уже не вернулся его выслали из страны скоро разразилась трагедия в тот день было жарко и принцесса заявила что хочет искупаться в сене рассказать что в те времена французы боялись воды и купались очень редко а чтобы знатная женщина полезла в воду это вообще было невероятно но генриетти была англичанкой привыкла купаться и неплохо плавал а тут еще медик принцесса заявил что купание может повредить ее здоровью принцесса разорвилась и конечно же нырнула в реку фрелины и придворные суетились на берегу но последовать за принцессой никто не посмел ближе к вечеру генриете приехал близкая подруга очаровательная умная талантливая писательница мадам де лафаэт автора знаменитой книги принцессы клевская героиня которой кое в чем схожа с генриеттой мадам де лафаэт искренне любила принцессу и презирала ее врагов и клеветников а уж к принцу и его друзьям относилась с таким же презрением как и сама принцесса вечером писательница и принцесса долго до полуночи гуляли в саду генриете было плохое настроение несмотря на свою решительность она боялась дела рэда на следующий день принцесса с дочкой отправились свой дворец сенклу где английский художник должен был писать портрет девочки генриета попросил принести ей холодной воды с цикорием что считалось тогда прохладительным напитком служанка принесла кувшин и налила напиток в бокал принцессы генриета отпила несколько глотков продолжая беседовать с художником вдруг она поставила бокал и вскрикнула боже какая боли я этого не унесу она пыталась встать но не смогла и просил отнести ее в спальню принцесса лежала закрыл глаза она глухо стонала по ее щекам катились крупные слезы мадам дела файет в отчаянии ломала руки приехал доктор эспри врач филиппа и тут же заявил что это простые колики которые угрожают здоровье принцессы потом появилась еще два врача и подтвердили диагноз с надо пустить кровь и все пройдет пока врачи шептались у кровати появился принц филипп принц прошептала генриета не жаль что вы не любите меня словно стараясь донести до мужа какие-то тайные мысли придется равнодушно пожал плечами сказала что верит врачам и раздевал надежду на то что жене скоро станет лучше хотя генриета буквально кричала от боли он повернулся и ушел но когда филипп был уже в дверях генриета крикнула ему след я знаю что меня отравили принц на секунду задержался и сказал напоите той водой собаку а принцессе принесите противоядие чтобы она не переживала неизвестно дали воду собаки но свидетели утверждали что служанка приносивший напиток допила его из кувшина чтобы доказать что она не отравлял напиток ничего плохого с ней не произошло вечером узнав о происшедшем приехал король с королевой королева была возмущена тем что комната полна народу люди болтают смеются и мало кто обращается внимание на страдающие принцессу король приказал собраться всем врачам которые утверждали что генриета простые колли врачи немедленно сообщили свое общее мнение принцесса скоро умрет ничего и не поможет король махнул рукой отошел от врачей по стиле генриета взял ее тонкую руку своей ладони принцесса нашла в себе силы сказать спасибо что вы приехали ко мне сир теперь я думаю что мне оказалось столь внимание что не умереть мне не удастся врачи просят вас еще потерпеть сказал король может станет лучше да нет ответил генриета я чувствую как яд проникает внутри меня помочь мне невозможно прощайте вы теряете сейчас самую верную подданную король франции зарыдал и кинулся прочь искал за ним ушел принц генриета заметила это и спросил у мадам лафаэт я больше не вижу мужа писательница пожала плечами она не могла поверить что и подруга умрет генриета умерла через несколько минут с тех пор и по сей день не прекращается спора о том давали генриета жертвой покушения есть историки которые полагают что она вообще была болезненная умерла от каких-то естественных причин прожив на свете всего 26 лет но большинство склоняется к тому что генриета убили очень уж у нее были могущественные злобные враги и в первую очередь в окружении собственного мужа например очень осведомленный писатель сэн симон своих воспоминаниях утверждал что убийство организовал де лорен и его друзья оруженосит принцем маркиз дефрин и граф дебрюон де лорен прислал им из италии яд а дефин прошел буфетную насыпал яд в бокал принцесс за этим занятиями его застал лакей и спросил что тут он делает дефин который вообще трудно было чем-то задачи сказал ему что страдает от жажды их хотел эту жажду утолить об этом стало известно командиру гвардейцев короля и людовик приказал привести к нему дворецкого принцесса он обещал не карать его если тот расскажет правду дворецкий рассказал королю о заговоре в главе которого стоял де лорен а дефрин исполнял приказ наиболее убедительные и интересные версии а версии очень много это малоизвестная версия лизе лотты двоюродной сестры генреты эта дама на свой страх и риск устроила собственное расследование лизе лоту смущало то что служанка осталась жива после того как выпила из графина той же самой воды поэтому она потихоньку стала расспрашивать всех слуг надеюсь что кто-то из них мог видеть что-то необычное но не придал этому значение опрашивая слуг она снова поговорила с лакеем который застал маркиза дефрина в буфетной что точно делал маркиз спросила лизе лотта сыпла ли он какой-то порошок в бокал или капал туда из пузырька да нет ответил лакей он держал в руке бокал принцессы и протирал его край серой бумажки и тогда он сказал мне что хочет напиться но бокал вроде бы пыльный и его надо почистить первую половину фразы заполнены все а на вторую никто не обратил внимание кроме лизе лотты она подумала разве не странно что маркиз достает из буфета именно бокал принцессы ничего в него не наливает а протирает край и вот лизетты вполне разумен и логичен дефрим отравил не напиток а бокал из которого пила принцесса так как знал что напиток вернее всего пригубят верные принцессы люди от бокала никто не смеет притронуться когда я догадалась что бокала натерли отравленный бумаг я стала искать но бокал исчез и никто его больше не видел через три года король простил для лорена и вернул его в париж о чем молил у людовика брат филипп женился вновь и женился на изелоте вот такая история одна из глав книги кир булочева под названием отравленный бокал мадам генриета книга кирилла булочева тайны нового времени пока пока до свидания и